Месяцы планирования, недели усердных репетиций, томительные часы ожидания. Все ради этого момента. На главную улицу города из трех точек в один большой поток стекаются стройные ряды участников шествия. Вместо автомобилей на Волоколамке сегодня виновники торжества, сами красногорцы. Водитель не спешит. Водитель понимает, что ради праздника позволительно перекрыть даже все выезды из города. Ну это ж праздник, это нормально. Так что это замечательно. Посмотрите, как довольны все жители. А автомобилисты, ну чуть-чуть потерпят. Праздник должен быть настоящим, чтобы нравился людям. Я думаю, мы это переживем. Парковаться, конечно, было негде, но ничего, это не проблема. Немаленький парад торжественно марширует под звуки трех оркестров. Каждый из них приготовил для Красногорского юбилея свою программу. Фанфары Москвы сегодня выдувают медь для неофициальной столицы в ритме уличного фестиваля. Это песни советских композиторов, марши. Приготовили программу, которая создаст радостное настроение. А правила одни. Надо знать ноты, понимающие точно выполнять действия указания дирижера. И тогда все получится. Других посмотреть себя, показать стрит-фест – это смотр талантов. А когда творческих единиц становится много, даже в музыкальную игру вступает соперничество. Мы не чувствуем конкуренцию, потому что кроме нас на парад на Красной площади 9 мая в честь 70-летия Победы из них никто не ходил. А мы в полном составе были на параде. Так что ордена, награды – все у нас. Для тех, кто еще не был на Красной площади в юбилей Победы – истинно народная любовь. Красногорский духовой оркестр ДК Подмосковья возглавил блок шествия предприятий. Это под его дудку сегодня шагают передовики производства. Организаторы шествия не стали ограничивать участников какими-то рамками. Все, на что способна фантазия. Ну а главный вдохновитель, конечно, сам город. Мы к сегодняшнему празднику специально приготовили номер такой стиляги. У нас называется песня. Мы исполним очень символично лучший город. Мы специально писали музыку, фонограмму, сделали аранжировку. И, конечно, подготовились по костюмам, чтобы сделать, несмотря на этот пасмурный день, этот праздник ярким. Яркие пятна в колонне и флаги гостей. Пять делегаций – Литва, Белоруссия, Болгария, Германия и Латвия. Дружбе народов место всегда найдется. Мы с Латвией, и мне самое наилучшее предпочтение о Красногорске. Конечно, я всех поздравляю с праздником 75-летием. Я, конечно, желаю вам всех здрав, чтобы вы росли, чтобы у вас все было прекрасно. Мне очень понравилось. Всю ночь не спали, думали, продумывали, и мы приплыли из космоса, инопланетяне. Уличный фестиваль – мероприятие не только для настроения, чтобы каждый смог в День города почувствовать себя частью одного большого целого, имя которому Красногорск. Я сама жительница Красногорска, я родилась здесь, поэтому для меня это изумительный город, самый родной и самый замечательный. Вся моя жизнь связана, начиная с середины 70-х годов с Красногорска. Так что это все здесь у меня. Я состоялась семья моя, мои дети живут, мои родные, близкие, много очень друзей. Так что это все. Я очень люблю этот город, я здесь родилась, я здесь буду жить, потому что он самый зеленый город на планете, и он мне очень нравится. Свою лепту в праздник внесли и народники. Это, пожалуй, самая многочисленная армия среди городских творцов. Впрочем, жанровое разнообразие здесь никто и не думал ограничивать. Но даже искушенный зритель подивился буйству образов и красок от театра «Гриммасса». Ура! К Красногорску! Завершающий аккорд тысячного шествия номер школы продвижения. Добрая сотня танцоров задает темп на оставшуюся половину праздника. Именно так в ритме танцев, постоянном движении и дружным строем Красногорск вступает в свой Новый год. Анастасия Евставхева, Никита Рощин, Евгений Волков, Максим Мельников и Марьяна Быстрова. КРТВ.